Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна Петросян, я руководитель учебного центра и ленинг-тренажер. И сегодня я хотела бы поговорить о том, как, собственно, преподавателю запустить онлайн-школу или онлайн-курс. Вообще, мы об этом много говорили на нашей крайней трансформации, на нашей международной онлайн-конференции «Преподаватель XXI века. Трансформация». И, ну, в общем, посвятили этому достаточно времени. Я рассказывала про алгоритмы, про те ошибки, которые нужно совершить во время запуска. Но сейчас, тем не менее, мы курс запускаем уже 19-го числа, через несколько дней. Но вы часто пишете, задаете один вопрос, а подходит ли мне это? Я вот хочу запустить образовательный проект, а нужно ли мне все то, о чем вы будете рассказывать на курсах, я сомневаюсь. Ну, сейчас я хочу прояснить для всех, кто задается этим вопросом, нужно вам это или нет. Друзья, ну, смотрите, вы создаете онлайн-курс. Вы создаете онлайн-курс, и если ваш курс существует для вашей уже существующей аудитории, ну, то есть вы работаете в учебном центре, вы работаете в университете, в каком-то, в какой-то школе языковой, допустим, там, оффлайновой или онлайновой, у вас есть своя аудитория, или вы хотите создать, допустим, какой-то курс для своих учеников, которыми вы занимаетесь репетиторством, вам этого достаточно, то, конечно, наш курс вам не нужен. Запустил онлайн-школу иностранного языка этот курс вам не нужен. Но если вы хотите выйти на большую аудиторию и показать ваш курс, рассказать о вашем курсе всему миру, если вы хотите масштабироваться, ну, запустить, допустим, как к началу онлайн-проект, возможно, потом, чтобы это переросло в онлайн-школу, даже если в вашей школе, ну, допустим, один курс, и какие-то вы оказываете образовательные услуги, допустим, или у вас там есть какая-то команда репетиторов, ну, то есть неважно, что вы, чему вы обучаете в этой школе, онлайн-школе, но для того, чтобы она действительно работала, в эту школу должны приходить люди. И давайте проанализируем, что вообще происходит вот на этом пути. Вот сейчас на экране видите канбандоску, как раз, которую я готовлю для нашего курса, который стартует 19-го числа. Это как раз, это как раз вот пошаговый алгоритм, наверное, слово уже, да, знакомое, ну, это действительно поэтапный запуск школы. Естественно, мой курс будет для преподавателей, и мы не будем здесь очень глубоко ходить в маркетинг, допустим, да, в таргетинг, в рекламу, нет, мы это делали, я этот курс делала для преподавателей, у которых, которые хотят открыть свою онлайн-школу и вот базовые какие-то вещи изучить и узнать и создать как раз-таки эту школу, вот затем уже двигаться в каких-то конкретных направлениях. Но вот как раз-таки эта доска и показывает вот наш путь, мы будем, курс будет длиться два месяца, будет прерыв на новогодние праздники, потом в январе мы вернемся. Курс достаточно большой, но он закрывает очень много вопросов. Вот давайте начнем сначала. Сейчас вы на экране видите диаграмму Ганта. На этой диаграмме вы видите этап. Этап первый, второй, третий, четвертый, он у нас будет около семи модулей, и, соответственно, этап это не равно модулю. Этап будет включать в себя несколько недель, допустим, да, несколько модулей. Ну вот прежде чем разрабатывать курс, согласно, ну любую, возьмите, модель пед-дизайна, сначала идет анализ. Сейчас напоминаю, ваш курс не для конкретной аудитории, которую вы знаете, ваш курс для той аудитории, которую вы еще до конца не знаете, вы этих людей не видели, понимаете, что это весь мир может быть вашими слушателями, то есть абсолютно любой человек. Ну, понятно, что это ваше ядро, ваша целевая аудитория, но, в принципе, ваша задача как-то этих людей найти, привлечь и понять, нужен ли им этот курс и какой курс им нужен, что разработать. Поэтому изначально вы изучаете целевую аудиторию, какие проблемы можно закрыть вашим курсом, есть ли у этих людей эта проблема, но, собственно, нужен ли им этот курс, и есть ли проблема, которую они хотят решить. Так вот, мы начинаем с анализа и планирования, и задача наша, вот вы сейчас видите ее на экране, проанализировать целевую аудиторию, проанализировать конкурентов, и, как мы говорим, отстроиться от конкурентов, то есть наша задача посмотреть, какие существуют онлайн-курсы, ну или онлайн-школы, если все-таки мы говорим про онлайн-школы, и как мы можем, может быть, какие-то идеи взять от них, но, возможно, закрыть их преимущества и недостатки своими. Мы, кстати, на досках вот таких же, сейчас на доске мира находимся, тут же будем тоже работать. То есть вот мы проанализировали целевую аудиторию, проанализировали конкурентов, и это позволяет нам сформировать УТП, то есть уникальное торговое предложение, то есть то, что будет флагманом, так скажем, нашей школы, то, что будет отличать нас от других, и то, что будет максимально отвечать потребностям наших слушателей. Затем мы, конечно же, в виде, сформулировав свое уникальное торговое предложение, создаем концепцию программы, концепцию нашей школы или концепцию тех курсов, которые мы в ней будем размещать. Что будет изюминкой, что будет такого необычного в ваших курсах, чтобы они не дублировали, что уже давно существует. Следующий этап, конечно, это создание воронки продаж. Звучит это, наверное, страшно, но на самом деле это не так сложно. Это, кстати, та ошибка, которую делают многие, начинают запускать сложный курс. Вот воронка продаж, вот это поможет нам разделить это по этапам. Сначала будет небольшой бесплатный какой-то продукт, затем недорогой, а затем уже, когда ваши слушатели с вами познакомятся, возможно, они захотят обучаться на большом курсе. Соответственно, вот эта воронка продаж, она служит для того, чтобы и слушателям было комфортно, и они для себя сделали вывод и ответили сознательно на вопросы, нужен ваш курс или нет, вы их преподаватель или нет. На этом же этапе подбирается платформа для размещения курса. Мы в нашем курсе платформу подбирать не будем, но если нужны будут консультации, я с радостью эту консультацию дам, потому что в платформах тоже я на платформах разных работала и разбираюсь в этом. Но платформу мы изучали на прошлом курсе, как раз таких курсов создавали. Составление плана работы и графика. Это тоже важно, когда мы что планируем сделать. То есть должен быть какой-то, кажется, дедлайн, чтобы это не растянулось на года. Но мы на наш курс, вот к новому году уже половина пути будет пройдена, соответственно, да, после нового года, вторая половина, и в общем, к концу января у нас это все будет уже создано. Вот все то, о чем мы сейчас проговорим, это все этапы будут пройдены. Юридическое оформление, конечно, безусловно, да, не надо пугаться этому, когда у вас начинается, когда у вас доход, когда вы получаете доход, когда доход у вас растет, конечно, желательно бы зарегистрироваться как самозанятый или как ИП, но быть самозанятым, если вы продаете свои продукты, вполне достаточная онлайн-школа открыть можно, если вы продаете свои продукты и ничего не перепродаете, и у вас никто не работает, если вы не нанимаете на работу, самозанятости достаточно. Конечно, обязательно вот так называемая упаковка, то есть создать лендинг школы или курса, и мы будем создавать лендинги на Тилда, на замечательном сайте Тилда моем любимом, на котором у меня тоже часть школы моей находится. Это красивое, очень функциональное и такое в долгую решение, потому что я уверена, что вы будете работать на Тилда всегда. Долго-долго очень красивые сайты создаются. Затрат здесь не будет никаких, если вы хотите, Тилда есть бесплатный вариант, но первый платный вариант 500-750 рублей в месяц, можно оплатить один месяц и вот этот весь функционал пощупать. Но поверьте, что практически все мои коллеги работают с Тилда, создают лендинги, потому что вам придется сдавать их много. То есть мы выбираем платформу, мы размещаем материалы какие-то, мы визуал придумаем, визуальное сопровождение, естественно. То есть мы создаем посадочную страницу. Создание материала для продвижения, да, потому что желательно бы на платформе разместить какой-то бесплатный материал, который бы люди могли посмотреть, скачать в обмен на электронный адрес. То есть это мы тоже будем делать, но не только для сайта нужен материал для продвижения, не только для сайта. Сценарий промо-вебинара тоже необходима. Это часть как бы упаковки, потому что мы промо-вебинары тоже будем с вами в рамках курса готовить и проводить. Потому что сценарий надо продумать и не завалить ваших будущих участников этого вебинара какими-то промо-акциями, а дать и полезное, показать какой вы, как вы учите, показать свою экспертность. Поэтому сценарий прописывать необходимо. Надо создать слайды, и это очень большая проблема. Многие думают, что работают в PowerPoint и создают замечательные слайды. Приходя на наш курс по визуальной коммуникации, в нашу школу вебинаров понимают, что слайды-то оставляют желать лучшего. Поэтому мы не будем много фокусироваться на слайдах, но мы поговорим о основных ошибках и принципах создания красивых и эффективных слайдов. Письма для рассылки после промо-вебинара. Конечно, безусловно, после мероприятия необходимо делать рассылку и, естественно, заранее написать это письмо и подумать, что же в эту рассылку включить. И тут возникает вопрос. Вот вы собрали какие-то, вы собрали электронные адреса в обмен на полезный бесплатный материал. Да, вот у вас есть эти адреса, пусть 50, 100, 200, 500, 1000, как вы подготовитесь к этому, что с ними сделать. Вот эти люди, которых потенциально интересен ваш курс, им вообще интересно с вами общаться, ваш контент им интересен, возможно. Как им послать письмо, что вот курс запускается или промо-мероприятие, там, напоминание, что оно сегодня будет. Вот как это сделать? Если вы думаете, что вы там 50 хотя бы адресов будете загружать в Gmail-овскую почту или в Mail.ru и посылать, нет, такого не будет. Для этого нужна сервис имейл-рассылки. И вот на нашем курсе один из этапов — это создание, подключение сервиса имейл-рассылки. Мы будем работать в сервисе SendPulse. Я сразу говорила, что практически все сервисы бесплатные, кроме Tilda, которая может быть платная, может быть бесплатная, как вы выберете. И на этом этапе я все-таки рекомендую подключить билетный сервис, который позволяет и сайт сделать, и оплату подключить, и сделать это очень быстро. И это такое быстрое решение, оно вот очень часто нужно. И заметьте, что на этих этапах курса еще нет, то есть вы его еще не разрабатываете. Вы на этом этапе четко понимаете, вы спроектировали программу курса, вы четко понимаете результаты прохождения курса, что будут уметь знать, понимать ваши слушатели. Вы четко понимаете, для кого он, для чего он им нужен, вы понимаете, какой вид контента вы будете включать в курс. Вот на этом этапе вы, в принципе, это должны понимать, осознавать. И здесь же, конечно, в основном слушатели этого курса те, кто уже создал, те люди, которые создали уже свои курсы или хотя бы модули от программы своих курсов. Но если вы этого еще не делали, конечно, я помогу, направлю вас. Курс готов как бы, курс готов в виде программы, в виде спроектированных там задержаний обучения, он самих материалов курса еще нет. И на этом курсе мы разрабатывать не будем сам курс, мы будем создавать все то, в чем заключается запуск курса. Также необходимо продвижение, потому что первый вопрос, а где искать слушателей курса, а где искать подписчиков, а для кого, собственно, промо-мероприятие проводить. И если, я знаю, что мои слушатели, моих курсов, преподаватели не имеют каких-то грандиозных денег, чтобы запускать какую-то рекламу таргетированную, они вообще зачастую одни. Они вот одни работают, и очень часто проект запускают одни, без коллег даже, без партнеров. То есть, да, поэтому вот этот курс как раз для таких, кто хочет бесплатно, самостоятельно разобраться в этих базовых каких-то вещах, и это сделать, не вкладывая деньги какие-то грандиозные. То есть, где людей найти? Естественно, это соцсети. И здесь можно набирать хорошие группы и своих будущих служителей курсов найти, совершенно не тратя на это деньги. Это будет органический такой поток. И только благодаря тому, что вы полезным материалом делитесь, что вы эксперт в своей области, что вы работаете с аудиторией. Конечно, вот в рамках нашего курса мы, например, будем создавать аккаунт в соцсетях, если его нет. Ну и, естественно, группу или страницу в соцсетях, выбранные вами соцсети. То есть, это будет ВКонтакте, либо в Фейсбуке, там, в Инстаграме, хотите, там, в мессенджерах. Но это должно быть обязательно. Также необходимо для продвижения, это надо создать и начать там, конечно, какой-то материал публиковать. А какой материал публиковать, это чуть попозже я расскажу. Необходимо делать публикации статьи в тематических группах. Вот мы неделю будем посвящать соцсетям, созданию своего там группы или страницы, как вы выберете, и делать публикации в тематических группах. И вы также в соцсетях необходимо делать публикации, анонсы вашего промо-мероприятеля, анонсы вашего нового курса. На этом же этапе продвижения вы создаете рассылку по той базе, которая у вас есть. То есть, да, ну вот вы набрали электронные адреса, к вам люди подключаются, им интересно с вами. Вы, конечно же, должны, вы, конечно же, посылаете им, вы, конечно же, посылаете им рассылку с какими-то полезными материалами. Ну, показывая, давая людям возможность делать выбор, они не знают вас еще, поэтому и вряд ли что-то у вас приобретут, даже бесплатно, и не всегда, потому что необходимо понять, вы ли их преподаватель. Но для того, чтобы вот как раз-таки такую рассылку создавать, для того, чтобы делать посты в соцсетях и делать это регулярно, это необходимо, тут, конечно, на помощь приходит контент-матрица. То есть, мы будем с вами создавать эту матрицу по конкретной тематике, которой вы специалист, подумать, как можно создать такую некую таблицу с темами или рубриками там в ваших публикациях, и будем разбивать ее по уровням экспертности, вот вашей аудитории в этой области. Ну, допустим, если это иностранные языки, то можно же писать статьи для тех, у кого уровень advanced, для тех, у кого уровень print-imited, для тех, у кого уровень там начальный или базовый. То есть, вот мы такую адматрицу будем создавать, разные придумывать рубрики, о чем вообще можно писать в соцсетях, ну и создавать контент-план на месяц. То есть, что такое такую программу, что будет в этом месяце. Ну, мы будем на две недели делать, извините, не на месяц, на две недели только. И в этот же момент, на этом же этапе происходит рассылка анонса в соцсетях, конечно, вы делаете анонсы, ну и в вашей службе мер рассылки. Еще один блок посвящен промо-вебинарам. То есть, мы будем организовывать и проводить промо-мероприятия. То есть, готовиться, делать посадочную страницу, выбирать вебинарную комнату, создавать, как я уже говорила, сценарий вашего промо-мероприятия. И делать перед промо-мероприятием полезную рассылку по тематике. И на этапе, уже как раз-таки просто промо-вебинара, вот после этой рассылки, ну, во время даже промо-вебинара, происходит подключение к курсу. Конечно, вы должны понимать, где этот курс будет. Но мы будем работать и с билетными сервисами, и сайт свой создавать. И, собственно, люди смогут подключиться там. Даже до того момента, когда вы выберете платформу. Потому что выбор платформы зависит от очень многих характеристик. Ну, вот примерно так выглядит весь этот процесс. Естественно, что если мы говорим уже о работе маркетолога, то здесь, конечно, гораздо больше пунктов. Но если мы говорим о первом проекте преподавателя, то вот этого вполне достаточно. Дело за малым, дело со созданием курса. Но, друзья, я повторяю, что анализ солевой аудитории и анализ конкурентов, и формирование вашей уникальности или уникального торгового предложения, создание концепции программы курса, проектирование этой программы, это как раз-таки часть разработки курса. В рамках предстоящего курса, вот о котором я сейчас веду речь, мы не будем проектировать программу курса, но, однако, концепцию мы будем продумывать курс школой, потому что мы прежде всего будем говорить о запуске либо проекта образовательного, возможно, онлайн-школы. Это все мы будем изучать и практиковаться, и создавать это в течение двух месяцев. Мы начинаем 19 ноября, мы будем работать до 17 декабря, и затем идем на каникулы. И как раз это будет возможность вам обдумать весь материал, потому что как раз-таки у нас будет последний модуль года — это создание сайта, но вы уйдете уже в новогодние каникулы с большим багажом. То есть у вас уже будет... Во-первых, у вас будет уже много чего создано, потому что курс заключается в том, что мы каждую неделю, вот каждый этап что-то создаем, мы не просто изучаем материалы, мы работаем на виртуальных досках мира, мы создаем свои доски мира и реально проектируем там весь этот маршрут, весь этот путь, такая же будет диаграмма Ганта у вас, и вы будете запускать свой проект вместе со мной, ну и, естественно, индивидуальные проекты. На занятиях будем тоже работать на досках, я не буду вам читать лекции, вы будете сами до многого своей помощи, конечно, доходить, и вы сами будете... Много материала будете, как, конечно, многие какие-то правила, закономерности, вы сможете сами генерировать, и здесь очень много будет творчества, потому что продумывать контент-план, продумывать там воронку, допустим. Мы будем учиться на реальных кейсах, вы сами будете генерировать идеи, и в этом преимущество моих курсов я не кормлю информацией, то есть я не кормлю, как мы говорим, да, информацией, а мои ученики сами... Мои ученики, мои слушатели, это взрослая аудитория, и они работают активно, то есть они сами являются частью этого процесса, и во время уже прохождения курса создают свои продукты и проекты. То есть на первой неделе вы сформируете вот такую таблицу, диаграмму ГАНТа, мы будем работать на канбан-доске, у нас будут живые занятия раз в неделю, и у вас будет также своя доска Миру, на которой вы будете все это разрабатывать. У нас будет много дополнительных видео по работе в сервисах, там по той же имел рассылки, какие-то базовые вещи все равно надо будет, будем мы это в видеоуроках, я буду это объяснять дополнительных, и домашнее задание ВИПы, ВИП-слушатели, они получают и проверку домашнего задания, и консультации. На первом этапе мы изучаем, вот как раз-таки этапы создания курса, и на первом этапе мы как раз изучаем целевую аудиторию, мы изучаем наших конкурентов, и уже думаем не о каком-то уникальном торговом предложении в отношении одного курса, но и в отношении, наверное, всего проекта, чем он будет отличаться, чем он будет таким уникальным и необычным. Причем мы вот на предыдущем курсе тоже это делали, делали это достаточно успешно. Вторая неделя, второй этап, точнее, ну и вторая неделя, у нас это будет неделя, мы выстраиваем вот эту воронку продаж, понимаем, с какого продукта начать, что будет у нас с таким лидогенератором, то есть что будет нам приносить лиды или электронные адреса в обмен на полезный материал, и будем создавать этот полезный материал. Если у вас есть идея по поводу нескольких курсов, будем такую линейку продуктовую придумывать, и также поговорим о том, что такое MVP, что такое мини-версия вашего будущего курса. Естественно, это термины маркетологов, но повторяю, я преподаватель, и я задаю курс для преподавателей, и мы будем все это изучать в разумных пределах, естественно, необходимых, ровно для того, чтобы запустить свой проект. И также мы будем создавать вот этот бесплатный, очень классный, очень полезный материал в обмен на электронный адрес, и его же будем размещать на посадочной странице. Четвертая неделя — это создание посадочной страницы, создание лендинга, будем работать на тилда, и там же размещать наши лиды, и там же, наверное, это будет самая творческая неделя, самая красивая. Также мы будем подключать оплату, но мы будем работать с билетным сервисом, интегрировать платежную систему в наш тилдовский сайт, на наш тилдовский сайт. Еще один этап — это работа в соцсетях, потому что вот прежде чем вы начинаете анонс, надо людей куда-то ввести, ну то есть где они будут регистрироваться, где они будут узнавать про ваш курс. Конечно, многие ограничиваются просто соцсетями, не делают никаких сайтов, но мы все же сделаем, мы все же сделаем сайты, я считаю, что это все-таки нужно сделать. Следующий этап, это уже будет после Нового года, мы будем создавать страницу или группу, выбранные вами в социальной сети, изучать, опять же, там, кто есть, как представлена ваша тематика, чем они так знамениты, необычны, что мы можем свое предложить. И вот на этой неделе, на шестой, мы будем готовить вот эту матрицу контента или рассылки, которые вы будете делать, да, в службе email-рассылки, и также будем создавать вот таблицу, график тех постов, которые вы будете делать в течение двух недель, но чтобы вы вошли в этот ритм, мы понимали, что когда, чтобы это не было хаотичным. Вы сами, мы на примерах будем продумывать эту тематику рассылки, рубрики, варианты, и вы будете уже свои идеи генерировать в домашнем задании. И также дополнительно, кому это будет интересно, можно будет привести в Фейсбуке прямой эфир или ВКонтакте, что тоже необходимо будет делать. Седьмая неделя — это неделя подготовки промо-мероприятия, то есть мы выберем вебинарную комнату, там, или Zoom, где мы будем проводить наш эфир, мы организуем, мы сделаем рассылку, пока что, наверное, только среди тех, кого знаем, друг другу будем делать рассылку, и будем изучать вебинарную комнату, выбранную вами, ну, кто-то выбирает Zoom, кто-то выбирает Prof.me, будем собирать, создавать вас эфирную страницу и продумаем сценарий нашего промо-мероприятия, чтобы он был не только таким продающим, но чтобы он действительно был полезным, и те, кто не хочет, не собирается вас учиться на курсе, все равно ушли из вашего вебинара с полезной информацией. И наши ВИП-слушатели, у них будет дополнительное видео, дополнительное занятие по правовому сопровождению, то есть специалисты этой области расскажут, что выбрать, ЭП или самозанятость, это будет дополнительный видеоурок для наших ВИП-слушателей. Вот такой курс нам предстоит, работать будем, уже говорила, на досках мира, на которых мы обычно работаем в синхронных курсах, сейчас доска еще не наполнена информацией, но она вся будет заполнена нашими модулями. Записи наших вебинаров живых будут доступны всем слушателям, только кому-то в течение двух месяцев, кому-то в течение шести месяцев. Домашнее задание. Все материалы курса доступны в любом абсолютно тарифе. Единственное, что проверка домашних заданий и консультаций только ВИП получают. Обычно мы устраиваем наши встречи, вот в рамках этого курса мы хотели, мы просто уже набрали группу, и мы решили делать это по четвергам, в 19.00, но запись будет в любом случае, если кто-то не сможет. Но вообще мы всегда с группой решаем, и иногда у нас график гибкий. Также у нас будет для быстрой связи группа в WhatsApp, где мы будем решать все организационные вопросы, я там буду делать напоминания, мы будем там беседовать, иногда просто что-то обсуждать, попросить помощи, если она необходима. И курс будет размещен на доске Миру, и мы не будем работать на какой-то другой платформе, будет все очень удобно, все в одном месте. А прямые эфиры будут вестись, скорее всего, в Zoom, чтобы вы имели возможность общаться, именно вот курс подразумевает общение, генерацию, генерирование идей и общения. Так что я жду вас всех на курсе, если есть желающие, но если тема курса еще не актуальна для вас, я думаю, что вот эти шаги, которые я описала, они немножко картину какую-то, да, показали, и вот вы в будущем будете иметь в виду, что создать курс хорошо, но этот курс должен узнать, увидеть мир, и для этого необходимо тоже сделать определенные этапы. Запуск школы и проекта — это не что-то мега сложное, это возможно. И хотя я вам представила какие-то базовые вещи, там, да, но мы не вдаемся в какие-то, я еще раз говорю, терминологию маркетологов и какие-то там каздевы, то есть это все необходимо сделать, естественно, элементы этого будут, мы будем креативить, генерировать идеи, даже методы дизайна-меслемыслителя использовать, но мы не очень сильно будем погружаться в это. Поэтому вы видите, что создать онлайн-курс, запустить онлайн-школу возможно, для этого не надо быть ЭП, да, это не обязательно, достаточно быть самозанятым, а регистрация самозанятого — это 15 минут вашего времени, 4% всего вы платите с продаж и еще какие-то бонусы имеете. Вы видите, что это возможно, что это достижимо, и, слушайте, я люблю учиться у преподавателей, не знаю, как вы, я люблю учиться у филологов, которые что-то узнали в другой области, мне комфортно и мне понятно, поэтому я все-таки обучаюсь всему этому и самостоятельно, и на курсах, и получив второе образование, опять же, по этой теме, по созданию поддержки и внедрению онлайн-курсов, я все-таки всегда материал трансформирую именно для филологов, для преподавателей, чтобы им было понятно. Поэтому, друзья, я жду вас на своем курсе, пожалуйста, приходите, у нас есть несколько мест, мы стартуем в четверг, но мы будем работать на досках мира, поэтому у нас будет либо в четверг, либо в среду, такая встреча дополнительная, чтобы мы поработали на досках мира. Практически все слушатели уже умеют работать, потому что они уже учились, обучались на моих курсах, но если кто-то будет, кто не умеет работать на досках мира, я помогу, и мы разберемся с вами. Ну что ж, до встречи, всего вам хорошего, хорошего вам вечера, и жду вас на наших курсах. Ну или если вы не собираетесь открывать онлайн-школу и запускать свой образовательный проект или курс, приходите на наши бесплатные мероприятия или присоединяйтесь к нашему закрытому клубу преподавателей и Ленинг-Ниндзя, там очень много интересного предстоит тоже в ноябре-декабре. Ну что ж, друзья, до встречи, до свидания, не болейте. Продолжение следует...